Всем привет! Хочу показать нож Opinel 8. Скоро сделаю обзор на такой чехол, который я сделал собственноручно, он еще не доработан. Обзоров очень много, просто скажу свое мнение. Взял я восьмерку, так как изначально нож был проэкспроектирован в 1890 году именно в этом размере. Древесина у меня олива. Почему я выбрал оливу? На момент заказа покупал я нож на Вальберис. На момент заказа там был орех, бук. Смотрел я, искал информацию в интернете и в ютубе нашел отличный обзор, где проводился тест ножей Opinel с разной древесиной. Замачивали в воде на 22 часа. И после этого пытались открыть лезвие. Единственный нож, который без проблем открывался, это олива. Твердость у олива довольно таки высокая, выше чем у ореха и дуба. Смотрел я в интернете и древесина как бы олива содержит масло и поэтому скорее всего я не страшно влага пропитывать дополнительно. Ну и текстура мне понравилась. Восьмерку. Я хотел, если честно, десятку, девятку, чтобы побольше было. Потом подумал, что надо возьму именно в том размере, в каком его придумали. Взял я из нержавеющей стали. Вот. Раньше, если не ошибаюсь, замок работал на обе стороны. Сейчас только в одну сторону закрывается. Решил я, что возьму еще и из углеродки. Это, извините, это будет уже, наверное, 9 или 10 номер. Ну, пару дней назад выезжал за город. Очень было удобно им пользоваться. То есть, что-то там нарезать, чистить на природе, допустим. Если нож будет большего размера, даже десятка. Десятку я в руках держал. У знакомых есть десятка. Вот. Так что, если вот чистить, в принципе, восьмой номер даже, наверное, лучше. Все равно работает вот эта часть. Вот так. Если, наверное, взять что-то длинное, то, может быть, десятка будет, не знаю, удобнее. Ну, в принципе, восьмерка очень даже хороший такой размер. Сведем нож очень тонко. Режет отлично. Правда, были пару вот тут заминов ножа. Я писал продавцу. Сказали, что приходят ножи в рассыпную. Поэтому, может быть, такое. Ну, не знаю. Не знаю. В рассыпную должны они все равно в закрытом состоянии приходить. Ну, не проблема. Поправил я на тонкой керамическом бруске. Пару движений и все. Прошло в идеальное состояние. Приятные тактильные ощущения. Особенно, когда ты на природе. Очень приятно держать в руках его. Он очень легкий. Очень аккуратный. Скоро сделаю обзор на вот такие вот чехлы. Сделал я два разных чехла. Это хромированная кожа и еще один чехол я сделал из кожи растительного дубления. Здесь будет значен место для подвеса. Здесь будет доработана еще кнопка. Вот так. Но об этом в следующих видео. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч!